На прошлом занятии мы с вами рассматривали методологию проектирования баз данных. Именно рассматривали построение инфологических моделей, построение датологических моделей, рассмотрели понятие нормализации, как построить нормализованные таблицы, нормализованные отношения. Сегодня мы продолжим эту тему, рассмотрим на конкретном примере этапы построения моделей. Мы сказали, что самым первым этапом является системный анализ предметной области. Далее, имея этот анализ, мы строим инфологическую модель. То есть инфологическая модель не зависела от выбранного СУБД и лишь позволяла абстрагировать нашу предметную область, формализовать ее. Далее, после того, как мы построим инфологическую модель, мы выбираем СУБД и в зависимости от того, с каким СУБД мы будем работать, на каком СУБД мы будем проектировать нашу базу данных, мы строим датологическую модель. И уже построив датологическую модель, мы приступаем к реализации, то есть учитываем еще и физическую модель, физическое проектирование. Например, пусть нам необходимо построить базу данных библиотека, то есть разработать такую информационную систему, которая бы позволяла автоматизировать учет получения и выдачи книг библиотеки. Система должна предусматривать режимы введения системного каталога, отражающего перечень областей знаний, по которым имеются книги библиотеки. Внутри библиотеки области знаний могут иметь уникальный внутренний номер и полное наименование. Каждая книга может содержать сведения из нескольких областей знаний. Каждая книга библиотеки может присутствовать в нескольких экземплярах. Каждая книга, хранящаяся в библиотеке, характеризуется следующими параметрами. Это уникальный шифр, название, фамилия авторов или одного автора, или же фамилии могут отсутствовать, место издания, то есть город, издательство, год издания, количество страниц, стоимость книги и количество экземпляров конкретной книги в этой библиотеке. Книги могут иметь одинаковые названия, но они различаются по своему уникальному шифру, который называется АСБР. В библиотеке ведется картотека читателей. На каждого читателя в картотеку заносятся следующие сведения. Это фамилия, имя, отчество читателя, домашний адрес, телефон, будем считать, что у него два телефона, рабочий и домашний, дата рождения. Каждому читателю присваивается уникальный номер читательского билета. Каждый читатель может одновременно держать на руках не более пяти книг. Читатель не должен одновременно держать более одного экземпляра книги, одного названия. Вот последнее, что мы сказали, ограничение, это не более пяти книг и не более одного экземпляра, одного названия, это называют бизнес-проект. Каждая книга в библиотеке может присутствовать в нескольких экземплярах. Каждый экземпляр имеет следующие характеристики. Уникальный инвентарный номер, шифр книги, который совпадает с уникальным шифром из описания книг, место размещения в библиотеке. В случае выдачи экземпляра книги читателю в библиотеке хранится специальный вкладыш, в котором должны быть записаны следующие сведения. Номер билета читателя, который взял книгу, дата выдачи книги и дата возврата. Необходимо предусмотреть такие ограничения на информацию в системе. Книга может не иметь ни одного автора. В библиотеке должны быть записаны читатели не моложе 17 лет, поэтому мы попросили дату рождения. В библиотеке присутствуют книги, изданные начиная с 1960 года и под текущий год. Каждый читатель может держать на руках не более пяти книг. Каждый читатель при регистрации в библиотеке должен дать телефон для связи. Он может быть рабочим или домашним, а лучше оба телефона. Каждая область знаний может содержать ссылки на множество книг, но каждая книга может относиться к различным областям знаний. С данной информацией могут работать, то есть пользователями системы могут быть библиотекари, читатели и администрация библиотеки. При работе с самой системой библиотекарь должен иметь возможность решать следующие задачи. Принимать новые книги, регистрировать их в библиотеке, относить книги к одной или к нескольким областям знаний, проводить каталогизацию книг, то есть назначение новых инвентарных номеров вновь принятым книгам, и помещать их на полке библиотеки, запоминая место размещения каждого экземпляра. Проводить дополнительную каталогизацию, если поступило несколько экземпляров книги, которые уже есть в библиотеке. При этом информация о книге в предметный каталог не вносится, а каждому новому инвентару присваивается новая инвентарная номера, и для него определяется место на полке библиотеки. Проводить списание старых, не пользующихся спросом книг. Списывать можно только те книги, ни один экземпляр которых не находится у читателей. Списание проводится по специальному акту списания, который утверждается администрацией библиотеки. Вести учет выданных книг читателям. При этом предполагаются два режима работы – выдача книг читателю и прием от него возвращаемых им книг обратно в библиотеку. При выдаче книг фиксируется, когда, какой экземпляр книги был выдан данному читателю, и какому сроку читатель должен вернуть этот экземпляр книги. При выдаче книг наличие свободного экземпляра и его конкретный номер могут определяться по заданному уникальному шифру книги, или инвентарный номер может быть известен заранее. Не требуется вести историю чтения книг, то есть требуется отражать только текущее состояние библиотеки. При приеме книги, возвращаемой читателям, проверяется соответствие возвращаемого инвентарного номера книги к выданному инвентарному номеру, и она ставится на свое старое место на полку библиотеки. Проводить списание утерянных читателям книг по специальному акту списания или замены подписанному администрации библиотеки. Проводить закрытие абонемента читателя, если читатель хочет выписаться из библиотеки и не является ее должником, то есть за ним не числится ни одной библиотечной книги. Читатель должен иметь возможность решать следующие задачи. Просматривать системный каталог, то есть перечень всех областей знания, книги, по которым есть библиотеки. По выбранной области знаний получить полный перечень книг, которые числятся в библиотеке. Для выбранной книги получить инвентарный номер свободного экземпляра книги или сообщение о том, что свободных экземпляров книги нет. В случае отсутствия свободных экземпляров книги читатель должен иметь возможность узнать дату ближайшего предполагаемого возврата экземпляра данной книги. Читатель не может узнать данные о том, у кого в настоящий момент экземпляр данной книги. И он имеет возможность для данного автора получить список книг, которые числятся в библиотеке. Администрация библиотеки должна иметь возможность получать сведения о должниках, то есть читателях библиотеки, которые не вернули вовремя взятые книги. Сведения о книгах, которые не являются популярными, то есть ни один экземпляр данной книги не находится на руках у читателей. Сведения о стоимости конкретной книги, для того чтобы установить возможность возмещения стоимости утерянной книги или возможность замены ее другой книгой. Сведения о наиболее популярных книгах, то есть таких, все экземпляры которых находятся на руках у читателей. Это небольшой анализ, системный анализ предметной области. Почему небольшой? Он неполный. Мы не учли работу библиотекаря, то есть кто именно выдал книгу. Мы не учли историю чтения книг, а вдруг читатель испортил книгу, при возврате администратора библиотекарь не увидел то, что книга возвращена. И чтобы восстановить, найти, после этого взял еще кто-то, почитал, и чтобы именно не к этому читателю вернулось, а к предыдущему нужно, по идее, вести историю. Ну и такие нюансы, которые мы здесь не учли, еще и минются. Далее наш системный анализ предметной области мы переводим в инфологическую модель. Прежде всего у нас есть такая сущность, как книги. Каждая книга имеет уникальный шифр, который является и ключом, и ряд атрибутов, которые мы сейчас используем, учитывая системный анализ. Множество экземпляров сущности. Вот у нас есть сущность книги, книга. Сущность у нас в треугольниках. Называется она книга. Название отделено от описания, от атрибутов. У нас есть шифр книги, есть название книги, автор, издательство, место издания. Но здесь мы еще не указали год издания, и все, что мы говорили, можно было атрибуты вот так вот продолжить. Каждый экземпляр сущности книги соответствует не конкретной книге, которая находится на полке, а вообще описанию некоторой книги, которая дается в предметном каталоге библиотеки. Каждая книга может присутствовать в нескольких экземплярах. И это как раз таки те книги, которые стоят на полке библиотеки. Для того, чтобы отразить это, мы должны ввести еще одну сущность, которая называется экземпляр. Вот это конкретная книга, одна штука. Это вообще книга как такова. Например, учебник по программированию, там, Семакин. А это вот пять книг, и значит, вот это вот пять книг Семакина. Каждый экземпляр сущности экземпляры соответствует конкретной книге на полке. Каждый экземпляр имеет инвентарный номер, который является его ключом. Имеет библиотеки, вернее, этот экземпляр книги либо может быть в библиотеке, то есть истинно, либо же может быть на руках у читателя. То есть вот это поле может быть ложь. Отражает информацию, когда была взята эта книга и когда она была возвращена. Между этими двумя сущностями книга-экземпляр имеется связь, комплектация, которая называется, связь один ко многим. То есть одна книга имеет несколько экземпляров. И в то же время экземпляры, несколько экземпляров принадлежат одной книге. Это связь обязательно с двух сторон. Вот обязательно. То, что один ко многим мы показали, что здесь одна линия, здесь такой как бы треугольничек, три десятилетия линия. А обязательно мы показали вот эти вертикальные линии. Вертикальные горизонтальные линии. Почему обязательно? Мы можем предположить, что каждая книга может присутствовать в библиотеке в нескольких экземплярах, поэтому связь один ко многим – это только что мы сказали. Теперь, если в библиотеке нет ни одного экземпляра, нет ни одного экземпляра вот этой сущности, то значит, этой книги вообще нет. Со стороны книги связь является обязательной. Обязательно. Хотя бы один экземпляр книги должен быть. С другой стороны, зачем описывать книгу, экземпляров которой нет? То есть получается и со стороны книги, и со стороны экземпляра связь обязательная. Также нам нужно определить, как будет представлен читатель. Для сущности читатель, мы сказали, что у нас будет информация, фамилия, имя, отчество, дата рождения, телефон, домашний рабочий, пол, здесь еще будет год рождения, тоже мы указали, и номер читательского билета. Номер читательского билета – это уникальный номер, который однозначно будет определять нашего читателя, то есть это ключ данной сущности. Так, здесь читатель у нас будет связан не вообще с книгой, а с конкретным экземпляром книги, поэтому связь будет один ко многим, связь называется пользование. Читатель держит на руках экземпляр книги, экземпляр книги находится у читателя. Читатель может держать несколько экземпляров разных книг, но конкретный экземпляр всегда находится у читателя, поэтому связь один ко многим. Связь не является обязательной с двух сторон, и поэтому она обозначена кружочками. Почему не обязательно? В какой-то конкрет времени читатель может вообще не иметь никакого экземпляра книги, то есть вообще ничего не читать. В то же время какой-то экземпляр книги может находиться на полке у библиотеки и не быть у читателя на руках вообще. Теперь нам нужно рассмотреть такие сущности, как системный каталог и книги. Системный каталог содержит перечень всех областей знаний, сведения по которым содержится в библиотечных книгах. Название области знаний может быть длинным и состоять из нескольких слов. Поэтому для моделирования системного каталога мы вводим сущность системных каталогов, которые имеют два атрибута. Это код области знаний и наименование области знаний. Атрибут код области знаний будет ключевым атрибутом, то есть однозначно идентифицировать наш экземпляр сущности. Между книгой и системным анализом имеется связь, связь многие ко многим. То есть к данной области знаний может относиться много книг, но в то же время книга может относиться как к многим областям знаний. Например, тоже программирование. Книга по программированию может относиться как к области знаний, буквально программирования. Книга Семакина, например, может относиться к области знаний как программирования. Может относиться к области знаний как педагогика, то есть методика обучения программированию. Можно относиться к области знаний, например, алгоритмизация или математические алгоритмы, ну и так далее. Связь называется классификация. Книга относится, системный каталог включает. Связь является обязательной с двух сторон. То есть не имеет смысла описывать книгу, которая не существует в системном каталоге, и не имеет смысл указывать область в книге, если эта область не описана в системном каталоге. Итого, мы с вами построили инфологическую модель базы данной библиотеки, именно исходя из того описания, которое было сказано раньше. У нас есть четыре сущности. Книга, системный каталог, экземпляр, читатель. Эти сущности имеют связь между собой. Читатель с экземпляром имеет связь один ко многим, которая называется пользование. Эта связь не обязательно с двух сторон. Экземпляр и книга – комплектация связи, которая является обязательной с двух сторон. Системный каталог книга, классификация, которая также является, это многие ко многим, которая также является обязательной с двух сторон. Теперь нашу инфологическую модель необходимо перевести, выбрать СУБД сначала и в зависимости от этого СУБД перевести инфологическую модель в датологическую модель, либо в модель конкретной СУБД. Например, мы будем переводить по специальным правилам преобразования ER-модели в реляционную модель. Мы выбрали реляционную модель. Первое правило. Каждой сущности ставится в соответствие отношение реляционной модели данных. Вот если была сущность сотрудники, станет сущность реляционной модели. При этом имена сущности и отношения могут быть различными, потому что имена сущности могут не накладывать, не иметь дополнительных синтаксических ограничений, кроме уникальности имени в рамках модели. То есть, если совсем сказать простыми словами, когда мы описываем сущность, мы на имена атрибутов не накладываем никаких ограничений. А когда мы уже ставим сущность в реляционной модели, мы накладываем какие. Например, СУБД не поддерживает пробелы. Тогда мы должны указать знаки подчеркивания и сократить на именование. Мы должны учитывать, что этот пример не поддерживает русский алфавит, не поддерживает кириллицу и необходимо писать все на латинице. Это первое правило. Второе правило. Каждый атрибут сущности становится атрибутом соответствующего отношения. Переименование атрибутов должно происходить в соответствии с теми же правилами, что и переименование отношения. То есть, если мы сначала наименование, название сущности переименовали, то точно так же и название атрибутов. И при этом, когда мы уже строим реляционную модель, мы должны еще указать, какого типа данных будут наши атрибуты. Третье правило. Первичный ключ сущности становится первичным ключом соответствующего отношения, то есть преморитей. Атрибуты, входящие в первичный ключ отношения, автоматически получают свойство NOT NULL. Если табельный номер у нас был в предыдущем, табельный номер, это было ключевое поле, то здесь он остается ключевым, и он обязательно NOT NULL. Какие-то поля могут быть пустыми, а какие-то нет. Но вот это поле обязательно должно быть NOT NULL. Четвертое правило. В каждое отношение соответствующей подчиненной сущности добавляется набор атрибутов сущности, основной сущности, являющейся первичным ключом основной сущности. В отношении соответствующей подчиненной сущности этот набор атрибутов становится внешним ключом или форенхей. Пятое. Для моделирования необязательного типа связи на физическом уровне у атрибутов, соответствующих внешнему ключу, устанавливается свойство допустимости неопределенных значений, то есть NULL. При обязательном типе связи атрибуты получают свойство отсутствия неопределенных значений, то есть признак NOT NULL. То, что мы сказали, вот в инфологической модели мы связь указывали через один ко многим, кружочки у нас были необязательными, название связи было дипломное проектирование, например, само действие преподаватель руководит студентом, студент пишет диплом у преподавателя. При этом у преподавателя несколько студентов, а студент каждый пишет только у одного руководителя. Вот это инфологическая модель. При переходе к датологической модели, к модели СУБД, мы показываем, вот как вот эта связь будет на самом деле реализована. Мы показываем, что первичный ключ, ТАПНО, это примореки для преподавателя. Это же поле, ТАПНО, имеется у студента, но это поле уже будет не примореки, а форенки, внешнее поле. Вот эти два равенства вот этих вот двух полей из двух разных таблиц будут означать, что у нас есть связь. Шестое правило. Для отражения категоризации сущности при переходе к религационной модели, возможно, несколько вариантов представления. Возможно создать только одно отношение для всех подтипов одного супертипа. В него включают все атрибуты всех подтипов. Тогда для ряда экземпляров ряд атрибутов не будет иметь смысл. И даже если они будут иметь непосредственное значение, то потребуются дополнительные правила различия не одних подтипов, а других. Достоинством такого представления является то, что создается всего одно отношение. То есть мы все можем затянуть в одно отношение. При втором способе для каждого подтипа и для супертипа создаются свои отдельные отношения. Недостатком является то, что создаются много отношений. Однако достоинств у такого способа больше, так как вы будете работать со значимыми атрибутами подтипа. Кроме того, для возможности перехода к подтипам от супертипа, необходимо в супертип включить идентификатор связи. Дополнительно, при описании отношений между типом и подтипами необходимо указать тип дискриминатора. Дискриминатор может быть взаимоисключающим или нет. Если это взаимоисключающий дискриминатор, это значит, что один экземпляр сущности супертипа связан только с одним экземпляром сущности подтипа. И для каждого экземпляра сущности супертипа существует потомок. Кроме того, необходимо указать, наследуется ли только идентификатор супертипа подтипа или же наследуются все атрибуты супертипа. И также необходимо разрешить связи типа многих ко многим. Связи многих ко многим, мы знаем, они разрешимы только в инфологической модели, а в реляционной модели этой связи недопустимы. На прошлом занятии мы сказали, что для того, чтобы избежать вот этих связей типа многих ко многим, мы должны добавить дополнительную сущность. Например, у нас системный каталог был связан с книгами, и эта сущность была многих ко многим. Чтобы разрешить вот эту проблему, мы добавляем отношения, которые созданы из двух полей. Это код предметной области и шифр книги. Вот через шифр он будет связан с книгами, а через код предметной области он будет связан с каталогом. Таким образом мы сделали связь один к одному. Эти отношения мы только что рассмотрели, они у нас остались. Итого мы преобразовали нашу технологическую модель в реляционную. Здесь по номеру ISDN, то есть этот номер был у книг, теперь он будет у экземпляров книги. Здесь по номеру читательского билета. Он раньше был только у читателя, теперь он также имеется в экземпляре книги. Нужно учитывать, что теория нормализации, которую мы рассмотрели на прошлом занятии, также применима к модели сущной связи. Поэтому нормализацию можно проводить и на уровне инфологической или семантической модели. Итак, сегодня на занятии мы с вами на конкретном примере рассмотрели этапы построения, проектирования базы данных, рассмотрели системный анализ предметной области, построение инфологической модели и преобразование ее в реляционную модель. На экране вы видите вопросы для самоконтроля, список предлагаемой литературы. На этом сегодняшнее наше занятие завершено. До свидания.